Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Я на Арбате. Я которые видео уже на Арбате. Я не знаю, как я буду их выкладывать, подряд или не подряд, но я на Арбате. Я давно сюда собиралась прийти. Янтарная галерея. Галерея янтаря. Мой Калининград. Моя обожаемая Балтика. Янтарь люблю и Балтик, и Калининград, и Зеленоградск. И все, что связано с этими местами, с теми местами, с теми краями. И с янтарем тоже обожаю. Все это очень люблю. Идемте. Вот наконец-то я дошла до этой галереи. Я здесь была как-то однажды, заходила. Я знаю, что здесь был раньше музей. Когда я заходила сюда, расшел ремонт, и мне сказали, что попозже все откроется. Я просто посмотрела в магазине на изделия, повздыхала, повспоминала свой любимый Калининград, Калининградскую область. Очень люблю. Просто безумно. Просто скучаю страшно. Очень надеюсь на то, что в следующем году мне удастся наконец вернуться туда. Ну что, пойдемте в музей, в янтарную галерею. Так, вы знаете, я очень давно, давно собираюсь в эту галерею. И, наконец, вот я узнала, что она открылась. Правда, вроде как довольно давно, в прошлом году. Но я была здесь, на Арбате снимала. Я заходила в этот магазин, в эту галерею. В 23-м году, возможно, еще до открытия, когда я была, там еще шел ремонт. И мне тогда сказали, что да, все будет, открытие будет, на минус первом этаже будет галерея. Но попозже. Попозже я сюда уже не выбралась. Вот. Ну, вообще должна сказать, что это единственный в столице выставочный центр, который посвящен янтарю. Вот. И, естественно, он, так как он единственный в столице, то он где еще может располагаться? Только на Старом Арбате. Ну, в центре города. И эта галерея находится в историческом особняке. Это доходный дом Ечкина. Вот. И площадь 150 квадратных метров. Первый и минус первый этаж. Цокольный этаж. Вот. И, конечно, это место такое туристическое. И туристов сюда, наверное, вводят, заводят, чтобы они могли погрузиться в этот мир янтаря. И здесь достаточно интерактивно все показано, демонстрируется современная и интерактивная технология. Я была в Калининграде в музее янтаря. Меня не удивить этим всем. Я была в янтарном на добыче, где добывают, на карьере на этом янтарь. Поэтому я видела его и в виде изделий, и в виде камня, и в виде, в смысле, да, в необработанном виде. Поэтому меня этим не удивишь. Но, тем не менее, это очень красиво. Я люблю янтарь. У меня много янтарных изделий. Конечно, мои многочисленные поездки в Калининградскую область не прошли для меня даром. Я там на каждом шагу, вот буквально на каждом шагу, кто был, тот знает, находятся магазинчики, магазины, палатки, все, что угодно. И везде, везде янтарь. Янтарь в Калининградской области добывают в промышленных масштабах с 50-х годов прошлого века. И самое такое уникальное месторождение находится в поселке Янтарном, на берегу Балтийского моря. И там добывают ежегодно 450 тонн янтаря, что составляет 90% от мировой добычи редкого самоцвета. Эта галерея на Старом Арбате была создана в Международный день музеев 18 мая 2021 года. Но потом, по техническим причинам, она была закрыта на несколько месяцев. И после масштабной реконструкции она вновь открылась для посетителей, чему я лично очень рада. Здесь, в Московском музее, представлено около 700 редких экспонатов янтарных самородков, образцов разных видов янтаря, художественных изделий из этого камня. Самый большой природный самородок, который можно увидеть в галерее, весит 1796 грамм. Такие тяжеловесы из янтаря, большая редкость, за год на комбинате добывают не более 20 крупных самородков. Также большой интерес представляют редкие виды янтаря разных цветов и крупные коплеобразные янтарные камни, которые весят по 218 грамм и 124 грамма. Обычно в 400 тоннах сырья находят не более сотни редких коплевидных экземпляров янтаря, при этом вес самых больших не превышает 30-50 грамм. Также отдельное место в экспозиции занимают уникальные инклюзивы. Это янтарь, внутри которого сохранились древние растения и насекомые, возрастом не один десяток миллионов лет. Инклюзы – большая редкость. Экземпляры с включениями составляют не более 2% от всей добычи янтаря, поэтому они представляют большой интерес для ученых и коллекционеров. Здесь можно полюбоваться авторскими работами талантливых ювелиров, камнерезов и ленинградского янтарного комбината. Балтийские художники представляют самобытную отечественную школу по обработке интерьера, которая хорошо известна ценителям камнерезного искусства во всем мире. Ну и новинка галереи – это мультимедийные стенды, интерактивная книга и точно выполненный макет приморского карьера. С помощью 3D-технологии они рассказывают об истории образования комбината, добычи, переработке янтаря авторинградской области, а также здесь можно попробовать, как шлифуется янтарь на механическом барабане. Ну и еще мне бы хотелось несколько интересных фактов о янтаре тоже вам здесь рассказать. Янтарь называют часто самоцветом, но на самом деле это окаменелая смола хвойных растений, которые росли на Земле 45-50 миллионов лет назад. Прозрачный янтарь очень легко подделать. И неудивительно, что на рынке в России, за рубежом, он очень много ювелирными всякими имитациями, напоминающими природный янтарь. И Московская галерея позволяет увидеть подлинные самородки, образцы подделок и качественные образцы ювелирных изделий из настоящего янтаря. Я, как-то знаете, уже даже научилась отличать подделку, эту эпорсидную смолу от настоящего янтаря. Настоящий янтарь, ну в общем, научилась. Янтарь в поселке Янтарь добывают открытым образом. В карьере, которая имеет глубину от 12 до 50 метров, это самый большой карьер по добыче янтаря в мире. Солнечный камень янтарь обладает бартерицидным действием, поэтому янтарную крошку используют для внутренних поверхностей трубок, соединяющих медицинские устройства, которые призваны спасти жизнь человека. А большие куски янтаря идут на производство ювелирных изделий, серёг, броши, кулонов, подвесок западных колец, браслетов и бус. Из янтаря делают красивые перьевые ручки, письменные приборы, мозаичные картины и предметы быта. Что касается галереи, то здесь разрешена фото- и видеосъёмка. Здесь можно сделать хорошие красивые фотографии, селфи. И должна сказать, что вход для взрослых здесь 150 рублей, льготный билет 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Добро пожаловать! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Святый форум. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...